Во-первых, мне бы хотелось выразить слова благодарности организаторам форума. Очень приятно, что мы с первого... Нет, все-таки Борисов... Я могу и по-вашему читать. С первого мероприятия, с первых белых ночей, я помню небольшой зал, где мы читали в большей степени друг другу о онкоиммунологии, и сегодня я обратил внимание, на четырех или на трех параллельных площадках мы занимаемся онкоиммунологией. Поэтому очень приятно, что наша специальность сейчас востребована, она очень активно идет. И мне сегодня, мне бы хотелось поговорить с позиции не онколога, а с позиции иммунолога. Ну, в этом зале никому не надо, наверное, рассказывать про то, что онкологическая... Рак онкологии – это проблема, связанная с дисфункцией иммунной системы. Очень замечательная и реально получается у нас новая концепция развития онкологических заболеваний. Она вот... Меня, как с точки зрения клинициста, она очень... В конце концов, стало потихонечку понятно, что происходит, что произошла селекция там опухолевых клеток, которые в конечном итоге ускользают от иммунной системы. Но, с другой стороны, получается в том, что есть у нас иммунная система, есть система иммунитета. И что с ней происходит? Вот с позиции иммунолога можно разделить, наверное, все проблемы, иммунологические проблемы на две большие части. Это болезни иммунной системы и это дисфункции иммунной системы. И как-то мы все привыкли, что дисфункции иммунной системы, они чаще всего связаны как раз вот с онкопатологией. Но буквально за последние 5-10 лет происходит то, что очень много с помощью генетики мы находим так называемые нарушения иммунитета врожденные, первичные иммунодефициты. ПИДы сегодня стали, их стало гораздо больше. И так или иначе, в конечном итоге получается то, что не выяснив причину вот этого иммунного дефицита, начиная работать с иммунитетом, начиная активировать иммунную систему, мы не добиваемся результата. Мы говорим, а эти препараты неэффективны, лечение неэффективно, а в конечном итоге может быть совсем другая. Может быть это проблема связанная с болезнью иммунной системы, с первичным иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией. Ведь вы хорошо знаете статистику, что у больных с первичным иммунодефицитом в десятки разы чаще развивается опухолевое заболевание. Второй аспект, который не менее важен, в том, что так или иначе, любая, все процедуры, связанные с лечением онкологических заболеваний, это и удаление опухоли, химиотерапия, радиационная терапия и иммуноактивная терапия, направленная сегодня против опухоли, это так или иначе затрагивает иммунитет, иммунную систему. Происходит дисбаланс, нарушение функции иммунной системы. И исходя из этого, обязательным условием для успешного лечения больных с онкологической патологией необходим третий этап. Нужна иммуноактивная терапия. Вот клинический пример. Не так часто мы это можем видеть, но так получилось. Буквально это свежее. Пациентка, 2013 год, рак шейки матки, вполне прилично, все вылечили, все хорошо, она спокойненько наблюдается. Первый звоночек, 2015 год, через два года определяется низкое количество лейкоцитов. Ну вроде бы как 3-8, вроде бы нормально, проблем вроде никаких больших нет. Далее у пациентки развивается ВПЧ, развивается ВПЧ, лейкоциты также низкие и попадает в руки иммунологам. И многие начинают лечить, проводят иммунологические исследования. Что мы видим? Вроде бы как тоже проблем-то никаких нет, но Хелперов-то, в принципе, по сути дела, полтора раза ниже, чем цитолоксических талилимфоцитов. Продолжается, продолжает пациентку лечить, через полгода рецидив, уже развивается практически канцероматоз. Лейкоциты также низкие и также есть проблемы с функцией иммунной системы. И попадая к нам уже с выраженным канцероматозом, мы уже наблюдаем продолжающую картину дисфункции иммунной системы. Поэтому в конечном итоге, в конце-то концов, наверное, как раз причина развития вот этого рецидива, вероятнее всего, связана с нарушением дисфункции иммунной системы. Далее, ну, все понятно. Рак, иммунопатология, нужна иммунотерапия. Ну и мы здесь, иммунологи, вот сегодня с Андреем Семеновичем в очередной раз обсуждали тему, сталкиваемся с тем, что да, должна быть какая-то такая золотая таблетка, которая решит проблему. Но развитие онкологической патологии, как и любой другой патологии, это проблема мультифакторная. Мы сегодня говорим про генетику, эпигенетику, протеомику, метаболомику. Мы говорим про другие факторы, но они все так или иначе имеют воздействие на развитие онкологического заболевания. И ни одна иммунная система связана с развитием онкопатологии. Ну и еще большая проблема, она связана с тем, что с вопросами тактики иммуноактивной терапии, ну, во-первых, необходимо понимать, какую цель мы ставим перед собой. Либо мы назначаем и проводим терапию, связанную с удалением опухоли метастазов. Это отдельная песня. То есть здесь не надо никаким образом, надо принять все активные мероприятия на то, чтобы это сделать, не затрагивая ничего другое. Другая ситуация. Мы должны думать о нормализации работы функций иммунной системы. Выбор препарата. Ну, на сегодняшний момент такого огромного количества иммуноактивных препаратов, как в России, нету. Они совершенно бездоказательной базы. Еще одна ситуация, о чем мы с вами сегодня говорили, о том, что практически одни и те же препараты могут вызывать как стимуляцию, так и супрессию функций иммунной системы. И у нас, по сути дела, нет какой-то единой золотой таблетки, которая бы четко воздействовала на ту или иную функцию. Потому что иммунитет – это многофакторная, многосистемная система. Не работает что-то одно, начинает работать что-то другое. При этом все люди разные. И иммунный ответ тоже разный у всех остальных. Исход лечения также разный. Это зависит от совершенно многих причин. Но так или иначе, врачам-клиницистам необходимо решать вопрос, что же делать, каким образом воздействовать, чтобы получить наиболее эффективную терапию. Ну и в этой ситуации, конечно, необходимо говорить прежде всего о диагностике дисфункции иммунной системы. Ну и первый этап – этап врачебный, клинический, который состоит из обыкновенных врачебных процедур, расспрос, анамнез, объективное исследование, объективный осмотр, формирование симптомов, синдромов. В конечном итоге стоит вопрос о необходимости формирования иммунологического диагноза. Не диагноза заболевания, не диагноза болезни, а определение, выделение так называемого иммунотипа человека, тем самым, чтобы каким-то образом на него воздействовать. И прежде всего из выделения такого иммунотипа, из выделения ситуации, связанной с тем, чтобы как дальше воздействовать, нам необходимо оценить именно воспалительный процесс. Так скажем, синдром системного воспалительного ответа. Достаточно часто приходящие ко мне пациенты, и вы это тоже хорошо знаете, они имеют выраженные признаки воспалительных явлений воспаления, системного воспаления, которые с позиции ревматологов, с позиции хирургов можно диагностировать совершенно без каких-либо дополнительных исследований. Это надо определить температуру тела, определение чердечности, определить пульс, определить чистоту дыхания, посмотреть лейкоциты, посмотреть формулу. И в конечном итоге уже на этом этапе мы можем выявить, так скажем, признаки системного воспалительного ответа. Будьте уверены, коллеги, что на фоне системного воспалительного ответа никакая активная, в том числе иммуноактивная терапия, она не будет эффективна. Поэтому, прежде чем проводить какие-либо терапевтические мероприятия, направленные на опухоль или мероприятия, направленные на нормализацию работы иммунной системы, необходимо провести мощные противовоспалительные мероприятия. В том числе, как это ни странно, мы достаточно часто используем гормональные средства, короткими курсами гормональные средства. Вполне нормально получаем результаты терапии. Далее, лабораторные исследования. Ну и здесь всегда возникает проблема в том, что у нас нет каких-то дорогостоящего оборудования. При этом мы забываем про то, что у нас у врачей есть реальный инструмент по оценке работы иммунной системы, рассматривая только две позиции, рассматривая позицию абсолютного количества лейкоцитов и рассматривая позицию абсолютного количества лимфоцитов. Вот проведя вот такую, создав вот такую матрицу, она простая, элементарная, и любой врач этим пользуется с позиции, что показатель понижен, либо он нормальный, либо он повышен. Создав такую матрицу, мы можем оценить, насколько выражена активация врожденного иммунитета, насколько выражена активация адаптивного иммунитета, где есть признаки реактивности, где есть признаки иммунной недостаточности, не проводя никаких дорогостоящих лабораторных исследований. Далее, на сегодняшний момент практически существует у всех инструмент, связанный с тем, что мы проводим иммунологические исследования, иммунный статус, хоть как вы его назовите, но мы столкнулись с тем, и я буквально в прошлом году докладывал об этом, о том, что чаще всего мы видим нормальные показатели у пациентов, в том числе у больных с онкологической патологией. Поэтому, используя кластерный анализ, у нас выявлены типы ответа, и при этом определенные типы иммунного ответа, они иногда формируются как этапность иммунного ответа, а в какой-то момент это срыв работы иммунной системы. Это тоже вполне прилично, вполне легко определить, используя простейшие методы исследований, простейшие методы диагностики. Ну и в дальнейшем, естественно, необходимо думать о топической диагностике, то есть как невролог, определяя, где какой нерв задействован или где какой уровень центральной нервной системы задействован, также и иммунолог в конечном итоге должен определять то слабое звено, на которое и надо воздействовать. При этом это касается всех клеток иммунных систем, не только Т-лимфоцитов. Поэтому именно с этих позиций я буквально на нескольких слайдов, учитывая, скажем, проблемы по времени, хотел бы показать то, с чем мы сталкиваемся ежедневно в своей работе. Это вот наши возможности, наши приборы, наши панели, которыми мы пользовались и которые я вам буду представлять. Первый уровень, наверное, он, вероятнее всего, самый основной – это определение концентрации моноцитов и их популяции, активности, экспрессии HLA-DR антигена. Обратите внимание, практически более чем у половины пациентов нарушено количество моноцитов. Изменяется популяционный состав моноцитов. Предыдущий докладчик рассказывал о том, что у больных с раком почки, а это, по сути дела, та же группа больных, снижено количество, так скажем, провоспалительных моноцитов. Но, тем не менее, у 33% количество этих моноцитов увеличено. То есть, эта группа пациентов значительно разношерстная. Пониженная экспрессия моноцитов практически у половины пациентов. То есть, по сути дела, это вот, начиная с того, что, это можно констатировать, что плохо работает первое звено. Это звено презентации антигена, запуска иммунной системы. В дальнейшем нейтрофилы, базофилы и зенофилы. Практически такая же картина. Нарушена количественный состав, нарушена дифференцировка, нарушена активность этих клеток. Вот, например, в двух случаях мы выявили, что на нейтрофилах не было рецептора CD62L. То есть, это эндегрин, с помощью которого нейтрофилы доходят до определенного очага. Ну, чем вам день диагноз? В чем это не причина развития онкологического заболевания? Далее, НК-лимфоциты. Нарушен количественный состав, нарушен супопуляционный состав, нарушена дифференцировка гаклиток, снижена активность. Все это связано так или иначе с тем, что это и есть одна из причин неправильной работы иммунной системы. В конечном итоге, одна из причин того, почему развивается онкологическое заболевание. Далее, НКТ-лимфоциты. Также, практически у всех пациентов с онкологическими заболеваниями нарушен количественный состав НКТ-клеток, нарушена их дифференцировка, снижена их активность. Далее, цитотоксические Т-лимфоциты. Практически у всех, опять же, пациентов нарушен количественный состав, нарушена дифференцировка, снижена активность. При этом обратите внимание, CD-279 сейчас очень модный рецептор, PD-1 рецептор, на который очень активно сегодня воздействует различными замечательными препаратами, но у наших пациентов в 41-м случае этого рецептора на лимфоцитах не было. Что дальше, куда он пойдет? Он пойдет давать осложнение эти препараты. В итоге, чем не прогностический признак того, чем связаны осложнения этими препаратами последнего поколения? Техолперы. Аналогичная ситуация. Практически у половины пациентов нарушена дисфункция. Далее, Б-лимфоциты. По сути дела, с Б-лимфоцитами никак не связывают развитие онкологических заболеваний. Но, тем не менее, у наших пациентов в достаточно большой процентах случаев снижена и количественный состав, и снижена активность, и нарушение антидифференцировки. Таким образом, проведя комплексное исследование, мы в конечном итоге вправе не только поставить клинический диагноз, но и подтвердить это лабораторно. Что для нас, врачи, достаточно важно, достаточно необходимо. Для чего это нам необходимо? Для того, чтобы в дальнейшем проводить непосредственно, так называемую, таргетную терапию, точную терапию с позиции того, что мы понимаем, что происходит с позиции иммунной системы. Сегодня есть очень активные препараты. Например, мы в своей работе очень активно пользуемся всеми группами цитокинов. Мы активно пользуемся противовоспалительными препаратами, препаратами с доказанной эффективностью. Но, тем не менее, призываю наше сообщество к тому, чтобы создать, наверное, какой-то единый банк, единую базу данных с позиции того, чтобы с помощью экспертных систем мы смогли подбирать вот эту таргетную терапию для лечения больных с онкологической патологией. Ну и в заключение мне бы хотелось представить вот этот алгоритм, который мы пользуемся в своей работе. То есть, первый этап – это выявление симптомов и синдромов иммунной дисфункции, подтверждение их лабораторными методами исследований. В дальнейшем ступенчатая терапия в зависимости от степени тяжести и нарушения работы иммунной системы. Благодарю за внимание. Пользуясь случаем, хочу всех пригласить 19-28 октября на школу-конференцию иммунологии в клинической практике, которая состоится в Красноярске. И у нас всегда, это у нас пятая школа, и мы всегда проводим большую секцию, большую конференцию по онкоиммунологии. Ждем вас. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. 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 У вас разлучало очень... С точки зрения непроцентования, особенно в других логальных мероприятиях, я имею в виду, что в первую очередь, что посестра сидит в мафии в конкурерности. Доверь некого были. Если это только не наше место, то это успешно фронтировал в рабочую женскую трену. В большей степени мне видится такая работа, о чем я и сказал, связанная с экспертными системами. Почему? Буквально в феврале этого года большую работу произвели австралийские ученые. Они, скажем, с помощью десятицветного анализа, с помощью панелей десятицветного анализа, это 10 на 10, это, по сути дела, проявили, скажем, 100. Кто цитометрией занимается, понимает, что такое, да, 10 на 10, 100 и умножить на 100. То есть, по сути дела, с одного человека получили где-то порядка 100-150 тысяч показателей данных иммунограммы с четкой патологией, аутоиммунной патологией. И при этом они до настоящего времени не определились с теми биомаркерами, с теми показателями, которые являются показателями той или иной патологии. Вероятнее всего, мы приходим к тому, что вот эти исследования, это четко персонифицированные данные, это как отпечаток пальца, который в конечном итоге, тем не менее, нам нужно коррегировать. Поэтому вот в данной ситуации я вижу не каких-то выявлений отдельных маркеров, а это многофакторный анализ и это экспертная система. Может быть, самообучающаяся экспертная система. Все? Так, есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Все, спасибо.